Сегодня он заколачивает миллиарды на руинах украинского Мариуполя. А еще он фарм-магнат. Его фирма известна коррупцией на госзакупках лекарств в России. И об этом при жизни говорил оппозиционный российский политик Борис Немцов. Это закупки лекарств без конкурсов, без аукционов и без тендеров. Конкретно у компании R-Farm. При этом меня заинтересовали в первую очередь онкобольные, потому что лекарства для них самые дорогие. И кроме того, чтобы вы понимали, у нас на учете в области стоит около 20 тысяч онкобольных. Меня удивило, что закупки осуществляются по цене выше, чем цена в аптеках. Этот же коррупционный российский бизнесмен прославился обходом европейских санкций. За два последних месяца 2022 года его компания «Рятика» ввезла в Россию 800 бутылок премиального санкционного вина почти на 4 миллиона евро. Почти две сотни наименований речайших вин попали в Россию в обход санкций Евросоюза. И вина от самых престижных винодельческих хозяйств. Шатоу Брион, Шатоу Ла Петротшильд. Все это о бизнесах кремлевского кошелька Алексея Репика. Его состояние за последний год удвоилось и оценивается почти в 3 миллиарда долларов. Он входит в список «Форбс», который в российских реалиях по сути является списком путинской свиты. У меня было, было и есть много хороших друзей. Но есть и куда весомее доказательство его близости к российскому диктатору. Расследования, издания, важные истории и Дэр Шпигель связывают Репика с дочкой Путина, Катериной Тихоновой. На бизнес-джете «Бомбардир Глобал», который оформлен на офшорную компанию Репика, Тихонова летала на свидание в Европу. И, вероятно, такой приближенностью к Кремлю можно объяснить то, как сегодня стремительно развивает новое для себя направление строительство на оккупированной территории Алексей Репик. Без тендеров и конкурсов на госзаказ. Выглядит так, будто новую фирму он создал именно для этого. Компания «Эрстрой», созданная в мае 2022 года, которая разместила заказ на перевозку из Таганрога в Мариуполь железобетонных панельных конструкций. То, что компания «Эрстрой» фактически принадлежит Репику, доказали расследователи проекта «Сканер Проджект». И дело не только в практически идентичном логотипе фарм-компании Репика «Эрфарм» и нового игрока на строительном рынке «Эрстроя». Все владельцы «Эрстроя» – близкие партнеры Репика по другим проектам. Совладелец «Эрстроя» – бывший замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа «Миркиз». Также связан с Репиком. Он гендиректор его компании «Амсов», которая владеет сервисом «Еаптек». Деньги новой компании Репика – более 100 миллионов рублей – переводит компания его матери – ООО «Петруско». К слову, свой некогда основной фарм-бизнес «Эрфарм Интернешнл» Репик уже успел переписать на мать и топ-менеджеров «Эрфарм», чтобы не попасть под санкции. А ведь это очень важно для Алексея Репика. Не удовлетворяйтесь синицами, бегайте за журавлями. С путинским режимом Алексея Репика связывают не только бизнес в сожженном страной-террористам Мариуполе. До начала полномасштабной войны в соцсетях Репик делился фото с официальных кремлевских мероприятий и даже читал стихи в честь очередного победобесия. На войне себя забудь, помни честь однако, рвись до дела, грудь на грудь, драка – значит драка. А вот жена Алексея Репика – блогер Полина Репик. Пока российские ракеты разносят мирный Харьков, 22 апреля она идет на бал в Кремле. Но это последнее время на страницах Полины Репик фото и видео из России. А еще недавно семейство путинского бизнесмена разъезжало по Европе. А обитало и вовсе в Соединенных Штатах Америки. Там же родились их дети. Расследователи нашли у Репика в Сан-Франциско особняк за 19 миллионов долларов. Пять спален, семь каминов. Солидно. Именно там постоянно проживала Полина Репик с детьми и до 21 года вела свой влог. В Соединенных Штатах Америки и в Германии у Репика есть фарм-предприятие. Компания «Эрофарм» зарегистрирована в штате Делавер и имеет филиал в Калифорнии. В 2019 году «Эрофарм» приобрел компанию из Филадельфии. В Германии «Эрофарм» купила фабрику в баварском городке Ильертисен. Но недвижимость в Соединенных Штатах Америки и иностранный бизнес для Репика теперь под большим вопросом. Еще недавно он фигурировал только в санкционном списке Украины. А с февраля санкции на путинского бизнесмена наложили Великобритания и Австралия. Очевидно, что и остальные страны очень скоро присоединятся к этим ограничениям, навсегда закрыв семье путиниста дорогу в цивилизованный мир. Продолжение следует...